привет друзья привет подписчики у нас сегодня солнышко бьет мне в глаза значит сегодня 2 января 2023 года с новым годом я уже поздравлял всех благ желаю значит у нас 2 декабря и мы выпускаем птичку на волю почему выпускаем потому что первого слабого цыпленка там самого маленького открывали ножку начался расклел перед посадкой в клетку я обязательно обрезать прижигаю глюк вот сейчас на первую партию таких партий 2 у меня в клетке я половину поймал что они не позадавили друг друга то есть я выращиваю птицу для себя зимой самая крепкая птица вы сами сейчас увидите птицы нету полтора месяца еще нету полтора месяца вот где-то месяц неделя это получается там сами посчитайте 455 недель где-то так и первый раз льв носу доклевали и все это причина того что я буду по массе ребята видно что это у нас австралорп черно-песный самый крупный я меньше полтора месяца ребята это очень хороший результат вот и что это означает корма что значит корма самодельный корма ребята я еще не сделал я ищу токарный станок фрезерный станок сверлинный станок ищу точильный станок и так далее лучше все это купить скопом но выбирать сейчас особо не приходится потому что все разбито убито с выработка и нормальный станок пока я не нашел и оборудование соответственно еще не сделано клюется видите пытается подплевать у нас в Далматинск только вот и подплевается гляд ну и сейчас мы быстро переходим то есть оборудование я еще ищу токарно все по металлообработке СССР но не бытовое не школьники а как бы что-нибудь посерьезнее но не особо огромное как бы так универсальные станки вот что еще вам сказать как мы перешли значит недельку кормим только комбикормом старт ТК-2 заводским а после переводим смесь моя гранула плюс гранула идет зародыша кукурузного зародыша жмых кукурузного зародыша ну соответственно он еще в гранулу добавляется потому что я то всю птицу кормлю а для цыплят еще мы добавляем 15 процентов и того получается где-то 25 процентов я добавляю вот этого жмыха не 20 а 20 процентов выходит ребята 20 процентов результаты просто потрясающие сои пока нет оборудования пока нет первое оборудование будет микронизатор он уже начался делаться но как говорится подгонка испытания вот это все предстоит надо будет закупать сою потому что работать все таки будем на сои у сои большие плюсы у сои есть масло у сои есть жмых если взять все другое не совсем сходится по цене и качеству по переработке по затратам по времени не рентабельно чуть-чуть получается и дешево но как бы не получается ну что ребята прижигаю клювы я прижигаю обычным паяльным пистолетом это место жала ребята использую я здесь вот она да я вам показывал уже 100 ваттный у меня спарта идет паяльник вместо жала я сделал маленькую проволота скрепка обычная у нас скрепка согнута прекрасно работает нагревает мгновенно и режет джимом запахом все как и положено ребята вот смотрите вот я тихо 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 я взял вот так и срезал это на пару недель успокоит сейчас тем более у них идет стресс новое место жительства переносло это для них конечно для птички стресс давайте едите едите птичка видите какая да это то что рождается ребята австралорфа черно-пестрого нет все половина съел я его то что осталось вот это бы вводил я да оно осталось содержать больше мясного направления будем говорить так ну и иногда подбирают свое яйцо что мне в этой птице нравится но мясо вкус крепость птицы и экономия в дальнейшем очень мало вес очень мало вес экономия по этой птице сейчас я ребята покажу вам лигор на что вы не говорили это да это мясное направление а лигор то не мясное я покажу вам как растет лигор я надеюсь вы видите надеюсь вы видите мне глаза солнце бьет я ничего не вижу ну я думаю что все вы видите ребята видите как я прижигаю и никакой кровище ничего не будет потому что прижигание это два в одно посмотрите ребята на его гребень кто это петушок или курочка вот кто это ребята петушок или курочка определить она может быть и петушок трудно пока понять погребень в этом погребни то есть птица скороспелка вы сами видите не надо смотреть на где сколько у нее это не сушка погребни можно определять насколько скороспелка птица вот такая птица может три месяца выдать яйцо потому что она на хороших кормах но я проблему с кормами еще полна рациона не решил будет оборудование будет будут корма пока нет оборудования кормов не будет оборудование будет изготавливаться на продажу будем делать доступное оборудование то есть рабочие блоки два в одном а то и три в одном будем делать блоки чтобы человек покупая именно мое оборудование он знал в чем он выигрывает по цене и качеству и возможности вот у нас тоже мальчик это или девочка ребята я не знаю но с такими темпами что птичка скоро скоро занесется а ей ребята ну полтора месяца не больше не будет даже вот шесть недель что-то просчитал я считаю пять выводов перевалила шестую неделю да ну я вам говорю что полтора месяца еще нету но что-то ближе вот там и но нету полтора месяца шесть недель может чуть чуть больше но где-то так что-то приближается в полтора месяца хотите считаете я бы еще недельку пока не пересадил бы а в принципе да пятый выводок я должен был пересадить в принципе да ребята под полтора месяца так оно получается просто я закладываю шестой день седьмой день восьмой день вот это если все собрать за эти пять выводок как раз оно и получается да ребята будем считать полтора месяца глаза ребята глаза еще зеленые это означает что птички и птички еще нету два с половиной месяца когда два с половиной месяца они начинают краснить у Легорна красные глаза а вот она наверное это ребята курочка все таки то и у нас идут большими гребнями и петушками а это у нас идет курочка ну познавательное видео я вам показал все все милое все хорошо все хорошо ну что ребята я вам покажу как я содержу здесь сейчас камеру сниму покажу как содержу вот так вот что у нас все таки воду воду я выбрал ребята вот вместо таких на зимние условия да работает в принципе но птичка запрыгивает наверх и гадит частенько потом она учится как бы да меньше но пока она неопытная она все прыгает есть недостаток значит ракушка уже им клевать пора ракушку видите да что делают видите да они его ребята расклевывают они его расклевывают бедненького сейчас я его йодом йодом я его ребята прижигал потом надо будет все таки этим подержать его отдельно подержу кормушку поставлю поилку отдельно подержу чуть-чуть эту барковскую потому что кровь видят они будут клевать и еще потом обработаю дегтем березовым дегтем и позаживет и тогда уже будет нормально ну вот у нас еще цыплята которые остались значит что вода маленькое окошко сделано почему маленькое окошко вот я вам показываю маленькое окошечко ребята они не запрыгивают и нагадят если даже запрыгивать будут гадить в маленькое горлышко им совсем неудобно вода будет чище всегда вода будет чище в ту воду они загаживают что вызывать могут кишечные заболевания никакие антибиотики так как зимние птицы никакие антибиотики ребята ничего ни разу не дал первые три дня вот первой партии второй партии дал я марганцовку а дальше и ее не давал значит весь секрет ребята в моем обогревающем мате да ребята все в пыли ничего не выбираю она и сами потросят ее значит мат выполнен у меня есть видеоролики как под ним тепло ребята очень как тепло птичка будет здесь сидеть и греться значит солнышко сегодня такой подходящий день что выпустить птицу оптимально ну поклевали все значит это и симптом что уже пора так что она здесь не замерзнет здесь у меня тепло очень морковская лежит отдыхает купается сырость очень большая сырость буду убирать убрал только в лигорном стандарт остальных буду убирать еще ребята что еще вам сказать вот этот мат этот мат у нас мощность мы рассчитали где-то 130 ватт где-то вот так вот рассчитали один квадратный метр у него 130-135 ватт кто-то говорит даже 160 ватт ну в районе того 150 ватт хотите считайте средний где-то 150 ватт у него есть переключатели вот здесь переключатели есть видите загорелась кнопка светодиодная не светодиодная а индикаторная лампочка это означает что вот так вот включена полная мощность а когда она горит через диод питание идет через диод и срезает мощность то есть мощность становится где-то 65 ватт вот я считал 65 ватт это на половину мощности и 135-140 ватт ну 150 ватт максимум это идет у нас на прогрев но это когда холодно или первое время вот первое время даю я полную мощность чуть-чуть птичка должна адаптироваться иначе у нее отстанет она в росте если будет ей холодно так как она еще не два с половиной месяца и хоть она и выглядит вроде нормально и оперение хорошее но в два с половиной месяца только у птички формируется полностью тепловой режим что она может подстраиваться под разные условия сейчас она еще не совсем адаптирована но в полтора месяца ребята я выпускал птичку в прошлом году она вырастала сейчас несется и как бы растет вот а летом весенняя птица она имеет очень лето заболевания вообще проблем летом много да и времени на птичку мало сейчас чуть-чуть времени на птичку больше во вторых зимняя птичка она без лекарств без антибиотиков растет как на дрожак сама по себе и зачем тогда ее мучать вот поэтому мне нужна зимняя птичка весной она мне уже дает яйцо яйцо и осенью осенью когда уже первые холода ни у кого нет у меня сезон открыт у меня яйцо есть и вот только к весне она залиняет понимаете к весне а другая партия обновленная опять и пойдет сейчас птичку надо заменять не всю в принципе да потому что и кровь стареет там уже и птичка стареет обновляем так по чуть-чуть но летом больше я птичку выращивать не буду вот весенняя птичка весенняя не весенняя она февраль-мартовская птичка вот и что да выросла она то яйцо еще она не дает потому что она не зимняя птичка вот то что до декабря эта птичка будет крепкая а потом она сроки выращивания уходят больше эта птичка конечно тоже и болела болезни вот она и отстала в росте и во всех отношениях не рационально выращивать птичку если эта птичка в четыре с половиной месяца Барковская дает и в четыре с половиной месяца также Легорн стандарт дает яйцо то с весенней летней птичкой такого не выходит подождите нет ребята вот эта птичка у нас июнь июнь месяц первый месяц лета вруя вот это вот первый месяц лета она и росла и болезни и что только с ней не было ну вот выжило что нормальная птичка конечно отбор надо делать там есть отклонение конечно вот как то так ну пока яйца еще и не вижу все ребята на этом я заканчиваю свой видеоролик а мы встретимся с вами в следующих видеороликах как всю пересаживаю птицу я показывать не буду вы уже видели ролики но вот зимой я выращиваю птичку сегодня солнечный день это как раз кстати чтоб ее пересадить все